Вообще, на самом деле, вставать в 5-6 утра не обязательно, ну не всем. То есть тем, кто не хочет развиться, тем, кто не хочет чего-то достичь в этой жизни, не обязательно вставать. Я сначала подумал. А проверь мою, которая предыдущая была. Пускай спит, пускай спит, как, не знаю, как овощи, не знаю. Все, я пойду. Так, все, я доплыл до Стамбула. Я уверен, сейчас будет стабилизация очень плохая. Я в прошлый раз снимал на телефон, в этот раз уже на камеру снимаю. Картинка будет лучше, но, скорее всего, трястись будет. Но, вот сейчас я кое-что скажу, вы себя узнаете. Вы хотите что-то начать и думаете, мне нужна самая лучшая камера, мне нужен самый лучший микрофон. Все самое лучшее, и только тогда я начну. Я также эту ошибку совершал. В итоге, в плане микрофона тоже хотел очень дорогой купить. Нойман на него накопить. Но этого не сделал, потому что меня умные люди опытом отговорили от этого. Но в камере я такое допустил. Мне не нравится ее стабилизация. Но я не буду покупать новую, пока я не сниму хотя бы 15-20 влогов. Потому что вот я эту камеру купил месяца три назад. Назад. И думал, тоже буду снимать. Но не снимал. И вот только сейчас я ее достал. В этот раз я такую ошибку не допущу. И вам советую сделать то же самое. Если у вас есть какая-то идея, воплощайте ее прямо сейчас. Теми вещами, что у вас есть прямо сейчас на руках. Когда это уже у вас начнет получаться. Когда вы уже почувствуете, что как бы, ну все, предел. Надо как-то качество поднимать. Вот тогда уже покупайте и камеру. И потом все, что вам необходимо. Ну сразу большие затраты не делайте. Человеку, который странствует по пустыне в Аравии, ему для своей безопасности от разбойников нужно было взять покровителя какой-либо племени. И в путь вышли два человека. Первый из них был скромным. А второй был самоуверенный. Вот это вот я. Надменный, высокомерный. Первый выбрал себя покровителем. И вышел в путь. Не было у него никаких трудностей. Когда разбойники встречались ему, он лишь произносил его имя. И те относились ему как к гостю. И то, чтобы ограбить его. Не то, чтобы трудности причинить. Они наоборот оказывали почет. Из-за того, кто его покровительствует. А был второй случай. Когда тот высокомерный не взял себе покровителем. Вышел в путь. Он еле выжил. Покушение, трудности. Еле живой. Все беды пережил. Почему? Не было покровителя. А кто наш покровитель? Кого мы должны взять покровителем? Кто будет нас защищать? Ответ один. Хаспуналлаху ваниамаль вакиль. Произносите чаще эти слова. И пусть Аллах будет вашим покровителем. А не кто иной, иншаллах. Старайтесь всегда просыпаться рано. Потому что именно в это время, это время утреннее является пиком тестостерона. Это очень важно для мужчин. Когда вы просыпаетесь в этот пик, вы становитесь эффективным. Вы горите желанием что-то сделать. И ваш день будет проходить продуктивно. И не говорите, что когда вы по каким-то причинам просыпались рано, у вас не был продуктивный день. Он не был лучше, чем то, когда вы просыпались там в 10, в 11, либо еще позже. Просыпайтесь в 5.30, либо там, не знаю, ну хотя бы в 6 за час до утреннего намаза. И проведите это время максимально продуктивно. Что это? Читайте Коран. Начинайте свой день с Корана. Даже подумайте, насколько это прекрасно просто начинать свой день каждый день с речи Аллаха. Настолько баракатным этот день будет. Далее возьмите любую книгу, будь это религиозная, либо же мирская, которая по вашей работе будет помогать вам, в получении пропитания будет помогать вам. Читайте. Как я и говорил, в это время вырабатывается пик тестостерона. А с точки зрения религии, именно в это время, в утренние часы, он не спосылает нам риск пропитания. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сделал дуа, чтобы Аллах даровал барака в утренние часы. Некоторые могут сказать, что я вот просыпаюсь в обед, и мне хорошо. Поверьте мне, если вы будете просыпаться раньше, вам будет еще лучше. Вы можете что угодно придумывать, говорить, но гормоны и вот эту вот цепочку связей, которые Аллах заложил в нас, вы это не сможете обмануть. То есть сложную работу проводить именно утром, которые вам не особо-то и нравятся, но вы должны сделать в каких-то целях. Делайте это утренние часы, потому что в это время вы будете опять-таки максимально продуктивным, и поскорее свое задание выполните, и не будете так загружены. Так, расскажи, пожалуйста, нам, Ахмад, я просто по твоим сторисам видел, что ты сколько дней уже? Пятьдесят... Уже пятьдесят восемь, получается. Шестьдесят восемь дней просыпаешься во сколько? В шесть, в пять, в пять, в шесть, так. В пять, в шесть. Вот скажи, вот, ты почувствовал какой-то эффект от этого, какое-то изменение произошло у тебя? Конечно, вот, если судить тому вот, даже по тому, как я записываю свои привычки... Ты можешь показать? Да. Можно заметить, что за эти два месяца, как я веду этот список, насколько сильно я изменился вообще, изменил свои привычки. То есть у меня практически все сейчас стоит на сто процентов в выполнении. Тут очень много привычек разных. За это время я прочитал более пятнадцати книг, по-моему, если они ошибались-то, и как бы смог хотя бы немного вот развить свою речь. А ты, если бы, смотри, если бы ты начинал не с утра, у тебя там, вижу, много дел, и каждый из них ты выполняешь, кстати, у него на странице подпишитесь, он показывает это свои привычки, да. Если бы ты проснулся чуть позже, скажем, в семь-восемь, у тебя получилось это все? Вот именно этот момент тоже скажу, потому что раньше, когда я не вел этот образ, когда я вставал в одиннадцать-двенадцать часов, у меня не получается заканчивать даже не этот список, огромный список, а в три-четыре раза поменьше был этот список. У меня не получалось завершать. Сейчас, когда я встаю в пять-шесть утра, где-то к одиннадцати-двенадцати часам все успеваю, у меня остается очень много свободного времени. То есть чувствуешь, да, энергию, которая была прямо в с утра. Да, да, я бываю бодрый и уже занимаюсь другими делами, которые вообще не относятся к этим спискам. То есть получается, я могу сэкономить это время, прям полдня могу сэкономить, если я, когда я встаю в пять утра. А что бы ты, например, порекомендовал тем, кому сложно бывает утро вставать? Вот не получается им делать? Вообще, на самом деле, вставать в пять-шесть утра не обязательно, ну не всем. То есть тем, кто не хочет развиться, тем, кто не хочет чего-то достичь в этой жизни, не обязательно вставать. Я сначала подумал. А проверь мою, которая предыдущая была. Пускай спит, пускай спит, как, не знаю, как овощи, не знаю. Ну, надо, да, надо. То есть надо сначала цель поставить? Надо цель поставить, четкую цель поставить. Это не получается, когда мы что-то пробуем. Не надо пробовать, надо делать. Поставил цель, надо до конца эти. Если ты продержишься месяц, два месяца, эта привычка уже вырабатывается, ты уже автоматически... Как ты говорил, без будильника. Да, я уже без будильника просыпаюсь. В внутренние будильники. Без будильника просыпаюсь в пять-шесть утра, вообще без проблем. Короче, ставьте себе цель и идите к ней прям мощными шагами. Ассаляму алейкум.